Что такое чувство собственного достоинства у Вашнава? Это означает, что если вы считаете чувство собственного достоинства «я такой, я крутой», то есть на самом деле это неуважение себя, когда человек так себя ведёт, то есть он отказывается в этот момент от своей вечной природы, а его природа — это служение, он пытается себя демонстрировать господина, то есть такого великого, крутого, вот чувство достоинства моё такое, что я тут на всех свысока смотрю. Это на самом деле, ну с духовной точки зрения, это презрение самого себя, то есть человек как бы отвергает себя и пытается демонстрировать себя какого-то вот просто, не знаю, крутого. Это не есть чувство собственного достоинства, это наоборот. Но когда человек ощущает себя слугой Господа, то есть проявляет эти качества, знаете, где-то терпимости, при этом, ну как бы не то, что он как унижается перед другими, а у него есть это, он может сказать, да честно, какие-то вещи другим, то есть у него есть эта сила внутри, потому что у него есть эта связь с Богом, и он ощущает себя этой частичкой связанной с Ним. Это очень достойная ситуация. Такой человек может служить, не выслуживаться. То есть если он что-то делает, он делает это как бы с преданностью Богу, и поэтому это очень... То есть выслуживаете человеку, он начинает лицемерить перед другими, лишь бы что-то получить от них. При этом гордиться, что я такой великий. То есть это на самом деле не достоинство. Достоинство – это проявлять свою вечную природу и быть счастливым в этом. Это очень достойное положение. Быть слугой Господа – это очень великое положение. Но слово «слуга» людям не нравится, потому что они это воспринимают как раб. Но я под служением имею в виду не рабство. Вот рабство – это как раз отсутствие достоинства. И что такое рабство? Это когда человек не служит. То есть служащий человек – это когда у него внутри его переполняет, и он хочет просто свою любовь проявить. Например, мать служит своему ребенку, потому что любит. Это очень... Все уважают мать, любящую ребенка. Сразу всех... Все как бы стараются в место вступить, защищать. И это очень достойно. Вот точно так же достойно, когда человек проявляет свою вот эту вот преданность и любовь в деле каком-то, при этом без вот этих всяких понтов. То есть вы просто смотрите на величие человека, его творчество, вот эту его любовь, и думаете, какая великая вообще личность. Но без вот этих вот амбиций каких-то. Он счастлив просто своим вот этим внутренним состоянием. Вот поэтому такому человеку не нужно из себя что-то изображать. То есть когда человек из себя что-то изображает, пытается всем показать, это недостойное поведение. Никому это не нравится на самом деле.